Каждое Рождество Мы тщательно ищем и усердно выбираем лучшие подарки для людей, которые нам дороги Однажды я прочитал такое выражение Большинство людей откладывает деньги на черный день, но сезон Рождества становится исключением Даже взрослые ведут себя как дети и ждут веселья, желая увидеть удивление на лицах детей, когда те раскроют подарки Когда мои дети были маленькими, мы с женой ожидали, что все они обрадуются подарком Но кто-то из детей всегда был разочарован, поэтому будьте готовы к этому Нам кажется, что честование рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса — это радостное событие Но по какой-то странной причине в это время всплывают сложности во взаимоотношениях Семьи собираются под одной крышей, но люди вместо того, чтобы нести радость, ранят друг друга И из-за этого отношения портятся Допустим, молодой зять получает два пуловера в подарок от тещи И как только он узнает о ее намерении прийти в гости, он несется в комнату и надевает один из пуловеров Теща заходит в дом и возмущается Что это с тобой такое? Тебе не понравился второй пуловер? В чем же дело? Сколько бы ни стоил подарок, и каким бы особенным он ни был, и каким бы качественным он ни был Любой подарок Можно оценить Почему же так? Потому что мы можем измерить стоимость любого подарка, но сами мы не способны Дать немыслимый, неописуемый подарок, которому нет цены Только сам Господь Бог способен подарить невыразимый подарок Слово Божие учит именно об этом Дорогие друзья, его автор использовал шесть слов И эти шесть слов очень дороги мне Обратите внимание на то, что эти шесть слов указывают нам на то, почему нельзя писать Рождественский подарок Бога миру и человечеству О даре мы узнаем из второго послания Коринфянам Это замечательные слова Это лишь шесть слов, которые описывают неизреченный дар Рождества, данный Господом миру Благодарение Богу за его несказанный дар Повторите Благодарение Богу за его несказанный дар Библия открывает нам единственный Немыслимый подарок, который делает нас, верующих во Иисуса, богаче, самого состоятельного человека в мире Он делает нас счастливее самого счастливого безбожника И он же дает нам полноту жизни, с которой ничто не сравнится Дорогие братья и сестры, я не преувеличиваю и не играю словами И это не гипербола Но когда я говорю о невыразимом даре Господа Я цитирую Священное Писание, которое возвещает истину Мы не сможем измерить дар спасения Сможете? Я вот нет Ведь лишь Иисус дает дар спасения Апостолы не спасут, и Павел не спасет Ни в коем случае Он ошеломлен даром спасения Который он получил по дороге в Дамаск И до конца жизни он не мог объяснить его Поэтому он и говорит «благодарение Богу за его несказанный дар» Почему Библия говорит о том, что дар Рождества не поддается описанию? Давайте мы поговорим о трех причинах И первое, поговорим о природе этого уникального дара Поговорим о природе дара Во-вторых, уникальна благодать, через которую мы получаем этот дар В-третьих, уникальны плоды, которые произвело спасение Пожалуй, я буду краток Немыслимый рождественский дар Бога Столь уникален по своей природе Что нет ничего подобного Ему И ничто даже близко не стоит рядом с Ним Друзья, пожалуйста, обратите внимание Для того, чтобы описать рождественский дар, который наш Господь Бог, владыка неба и земли, дал людям Нам нужно уметь описать, как необычно Умер совершенный и безгрешный Бог и человек за грешников Это и значит описать немыслимый дар А имя Иисуса, оно означает «Яхве спасает» Или «Эммануил», то есть «Бог с нами» Для того, чтобы описать сей дар, вам нужно уметь описать самосуществующего Господа У которого нет ни начала, ни конца Человек не может познать Бога Человек сможет открыть триллионы планет, созданных Богом, но он не сможет открыть Господа Для того, чтобы описать сей дар, вам нужно уметь описать все достаточного Творца неба и земли Который ни в ком не нуждается Опишите мне бесконечного Бога Опишите вечного и опишите неизменного Для того, чтобы описать рождественский дар, который Бог дал людям Нужно уметь объяснить Троицу Сможете? Я вот нет Святые попытались описать Троицу в первые 350 лет существования нашей веры И все они потерпели поражение Это привело к ересям Как Иисус? Может быть полностью человеком и при этом Богом одновременно? Скажите, как? Люди спрашивают, как вы смеете говорить, что Бог умер? Кто тогда управлял Вселенной? Они не могут постичь этого Эти вопросы занимали разум людей веками Эти вопросы приводили в недоумение самых сообразительных Но человеку не удалось постичь колоссального Господа Бога и колоссальность Его рождественского дара Человек не смог постичь Бога в научной лаборатории И поэтому многие люди отвергли Всевышнего Бога Возлюбленные Подвиг Господа Иисуса Христа выходит за рамки нашего понимания И поэтому Бог дал нам веру И Павел сказал Вы спасены через веру, а не через ваши дела Поэтому мы не можем описать сей дар Я люблю историю О слепорожденном человеке Вы помните, как лжеучителя и фарисеи решили организовать теологический диспут? Исцеленный сказал Не спорьте с доводами и с доказательствами Ведь я знаю одно Я был слеп, а теперь я вижу Вот что там написано И во-вторых, рождественский подарок Господа Бога немыслим Потому что Он дан нам по благодати и милости Вот в чем истина Большинство из нас являются великодушными И мы даем подарки, потому что сами приняли этот Божий дар Мы дарим подарки, потому что от нас требуют эти подарки Мы дарим подарки членам своей семьи, друзьям и близким людям Мы дарим их людям, которые помогли нам тем или иным образом Еще мы дарим подарки тем, кто подарил что-то нам Это причина доброты Даже когда мы дарим что-то бедным и нищим И при этом знаем, что они не могут воздать нам То мы делаем это, потому что мы живем вместе на одной планете Надеюсь, вы понимаете Однако Бог не человек Мы взбунтовались против нашего Творца и Создателя И мы враги Бога по своей природе В Библии, в послании к римлянам 5 главе Сказано, что Христос умер за нас, когда мы были врагами Бога Кто-то сказал так Бог преподнес величайший подарок не своим друзьям, а своим неприятелям Итак, мои возлюбленные Бог дал благодать людям, и мы не заслужили ее Мы недостойны этого дара Братья и сестры Я стою на первом месте в списке недостойных и незаслуживающих благодать Я не преувеличиваю Те, кто ходят сюда давно, тот знает Что я сокрушаюсь во время проповеди, когда говорю о двух вещах Одна из которых — благодать Бога Я потрясен, когда говорю о благодати Смотрите, если бы мы могли заработать эту благодать, то она уже не была бы благодатью Если бы мы заслужили благодать, она не была бы благодатью Пожалуйста, запомните Когда Бог подарил нам свой немыслимый дар В лице Иисуса Христа Он сделал это не потому, что мы смогли бы потом Его заслужить или заработать Даже если бы прожили сто жизней Разве Библия говорит, что Иисус Христос пришел в мир, чтобы построить здания, подобные этому? Слава Богу за Него, но разве об этом речь? Нет Нет Разве Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы дать ученикам земную власть, чтобы править? Нет Иисус Христос пришел в мир, чтобы построить большие церкви и крупные деноминации? И снова? Нет Он пришел создавать соцпрограммы? Нет Он не пришел, чтобы создать земные структуры? Нет И еще раз нет Христос и Иисус пришел в мир спасти грешных Бог Пришел спасти грешных Если вы не считаете себя грешным и не считаете, что вам нужен Спаситель, то Вы останетесь во грехах И вы не осознаете и не оцените благодать Бога Когда родился Иисус, ангелы возвестили о том, что Он пришел спасти грешных Спасти грешных Пожалуйста, повторите это Спасти грешных Благослови вас Бог Спасти людей, которые исчерпали свои силы Спасти людей, которые осознали, что они не могут спасти себя сами Спасти тех, кто понял, что они не могут угодить Богу Спасти людей, которые осознали, что все их дела милосердия не спасут их Спасти людей, которые осознали, что Бог требует совершенства, которого они не достигнут И поэтому небо не примет их Но Бог принимает нас, когда мы признаем совершенство Иисуса Это благодать Неудивительно то, что апостол Павел, принявший удивительную благодать, смог сказать Благодарю Бога за его немыслимый дар В старом переводе сказано благодарение Богу за его несказанный дар Мы с вами так уже не говорим То есть человек не способен описать благодать Божию И обратите внимание на то, что природа этого дара И Божья благодать делают его неописуемым Эти факторы лишают нас способности описать его Хочу добавить то, что дар является неописуемым благодаря его плоду Этот дар является немыслимым благодаря плоду, производимому им А что это за плод такой? Вот этот плод, я назову его Нам постоянно пишут сотни и тысячи писем И к нам поступают вести со всего мира о том, что грешники приходят ко Христу Плод говорит сам за себя Каждый, настоящий верующий в Господа Иисуса Христа Каждый скажет вам, что этот плод производит немыслимое Немыслимое, невыразимое и непостигаемое Итак, как же мы измерим прощение? Всех наших грехов И как мы сможем все это описать? Я вот не смогу Я верю в Бога с 64-го года Я изучал Писание, читал Библию постоянно все эти годы Но когда дело доходит до объяснения этого немыслимого дара, я умолкаю Я удивляюсь, думая о том, что Бог простил такого грешника, как я Бог простил все наши прошлые, настоящие и будущие грехи Это произошло только благодаря пролитию крови Христа на кресте Голгофа Бог простил все, и я потрясен У меня нет слов, потому что я не нуждался в Господе Боге Я родился таким Но Бог любил меня, даже когда я сказал Ему Нет, Господь Бог любил меня Благодаря Его неизреченному дару Дару Рождества И послушайте, Бог простил нам грехи, и это значит Что Он полностью убрал наши грехи Не забудьте об этом Он смотрит на вас через Иисуса Христа Когда Отец смотрит на вас Его взгляд не обращен на ваши грехи, но Он сконцентрирован на Иисусе, Его послушном Сыне, поэтому грехи прощены Господь удалил все наши грехи И они исчезли И Писание говорит, что Господь забросил наши грехи в глубочайшее море Ни один водолаз не поднимет их Бог больше не вспомнит о них Когда Библия говорит, что Бог не вспомнит о них То это означает, что Он никогда Не будет держать их против нас Как дивен и чуден этот подарок Чудесно Как далек восток от запада Так далеко Бог удалил наши беззакония Вот здесь надо бы прокричать от радости Только человек Который признает себя грешником И только через крестную кровь Иисуса Христа Бог Отец сможет простить нам все наши грехи Только так мы можем Познать то Что мы искуплены Только такой человек Может принять неописуемый подарок Бога Братья и сестры Благодаря этому немыслимому подарку Все наши грехи прощены И кроме этого Мы оправданы в соответствии со стандартами Небесной справедливости Оправданы И объявлены невиновными Однажды один мой друг сказал Знаешь, в чем я согласен с дьяволом? В том, что я грешник Это правда Когда он Приходит напомнить, что вы грешник То напомните ему, что вы искуплены кровью Христа Благодарение Богу За его немыслимый дар Слава Господу за то, что Когда мы приходим к нему Он не только прощает наши грехи Но и оправдывает нас Он дал мне новое Положение Перед Отцом Не забывайте, возлюбленные в Господе Боге Что до того, как принять немыслимый дар Рождества Все мы стояли в грязной одежде Самоправедности, стыда, вины и боли Сердце Небесного Отца сжалось от боли И Он решил явить Свою доброту нам И когда немыслимый дар Господа Приходит к нам, тогда все меняется Бог убирает всю вину и позор И Он надевает одежды праведности Христа На всех нас Аминь, друзья Это делает Иисус Однажды римский правитель Октавиан Август Преподнес своему другу Роскошный подарок Друг посмотрел на подарок А потом на Цезаря И сказал Я не могу принять этот дар Потому что он слишком велик для меня Цезарь взглянул на него И сказал Возможно А я могу дарить такие подарки Возлюбленные Я не знаю, что он подарил Но этот случай напоминает мне О неописуемом даре Бога Ведь его подарок Предназначен каждому Кто придет к Царю и примет его В результате, когда мы принимаем Этот несказанный дар Господь наш Бог Прощает все наши грехи Стирает вину И оправдывает нас В соответствии со стандартами Небесной справедливости Ну и в-третьих Бог усыновляет нас Он принимает нас Все эти годы Меня изумляют истории Когда верующие усыновляют ребят Уже имея детей Я хочу поделиться с вами Вот чем Я наблюдаю с трепетом за тем Что они не проводят различия Между ними И любят их одинаково Бог принял нас Давайте навсегда запомним То, что до того, как мы приняли Немыслимый дар Рождества Мы были отделены от Бога И мы не являлись Гражданами небес Обещания Завета не были Нашими И у нас не было Надежды и помощи Но после того, как мы приняли Неизреченный дар Мы приняли все привилегии Сыновства в Боге И благодаря его безмерной щедрости Мы уверены в том Что мы являемся Сонаследниками со Христом Какая самая большая ложь Дьявола, которую он успешно сеет Среди людей Начиная с Эдемского сада Когда он задал вопрос Нашей праматери Еве Самая большая ложь Самый большой обман Который пропитал нашу культуру И общество Состоит в том, что после смерти Все идут на небо Если ты отвергаешь Иисуса То ты не войдешь в небо Я охлаждаю порывы Но извиняться не буду В конце концов, они говорят У нас есть частица доброты Посмотри Бог в нас Это искра божества Но Бог Так не думает Вот что он сказал об этом в Библии Это самая искусная ложь Это самый изощренный обман И самая успешная неправда сатаны Потому что только те, кто приняли Немыслимый дар Рождества Унаследуют небо Они унаследуют его с Иисусом Ибо небо принадлежит Христу И только те, кто принадлежит Иисусу Будут с ним в раю И только те, кто принял сей немыслимый дар спасения Через Иисуса Воскликнут вместе с Павлом Скажем все вместе Благодарение Богу За его неописуемый дар Давайте еще раз Благодарение Богу Вы приняли сей дар? Если вы слушаете или смотрите нас То знаете, что если вы примете этот дар То вы примете покой для разума Который вы ищете А сейчас я обращаюсь к тем Кто уже принял этот несказанный дар От Господа Бога Я хочу спросить вас Когда вы в последний раз Выражали благодарность Нашему Творцу И Создателю за его неописуемый дар? Задайте этот вопрос Как часто вы благодарите Бога За его дар спасения вслух И в присутствии окружающих? Я не перестаю удивляться Истории Рождества Иисуса Ведь обратите внимание Что когда персонажи этой истории Слышат о немыслимом даре Под названием Рождество Господа Иисуса Христа Тогда они выражают благодарность Открыто, принародно и громко Простые пастухи Невзирая на возможные трудности Пошли на риск Пришли к Иисусу И поклонились Ему Другие испугались Увидев в нем врага Астрономы и ученые Из далекого края Узнали о Господе Иисусе Христе И пришли к Нему Мы называем их волхвами Они проделали очень долгий Весьма опасный путь На котором встречались Дорожные разбойники Эти люди науки Пошли на риск И выразили почтение Богу За Его немыслимый дар Мудрецы пришли Поклониться младенцу И принесли Ему дары Старец Симеон Долго ждал надежду Израиля И когда к нему принесли Младенца Иисуса Он прославил Господа Бога Принародно Громко И во всеуслышание А далее приготовился к успению Анна благодарила Бога За Искупителя Прилюдно Единственный Приемлемый отклик На сей невыразимый дар Это прилюдное Выражение благодарности Творцу Богу А вы готовы? Провозглашаю бескомпромиссную истину На пути вперед С доктором Майклом Юсефом Редактор субтитров А.Семкин